Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Дорожная обновка. В Бобруйске продолжают укладывать асфальт. Закуплены все инертные материалы для производства работ. Кто в очереди? Клятва на верность. Новое пополнение приняло военную присягу. Мы сейчас очень быстро будем проходить боевая подготовка. Как это было? Из Петербурга с любовью в Бобруйске с концертной программой выступил коллектив «Морожка». Приезжая в Белоруссию, мы подготовили сюрприз для нашей белорусской публики. Что увидели зрители? А также право на ошибку, билет со скидкой и планы на выходные. Синоптики на неделю обещают до плюс 30. Комфортное движение в городе активно обновляют дорожное полотно. В списке интернациональная Сикорского проспект строителей. Есть планы и на социалистическую. Где еще появится новый асфальт, выяснила Карина Гуревич. С приходом тепла в городе активно обновляется дорожное покрытие. Сейчас вовсю идет ремонт интернациональной Сикорского. Специалисты взялись и за проспект строителей. Работы почти завершены на Георгиевском, энергетиков и 50 лет в ЛКСМ. На Минской окончен первый этап, второй ожидается в июле. Асфальт на большинстве участков должен появиться к концу июня. В настоящее время закуплены все инертные материалы для производства работ. Ведутся подготовительные работы и в ближайшие буквально дни все работы закипят с новой силой. С более высокими прочностными характеристиками применяется асфальтобетон на улицах, имеющих интенсивное дорожное движение. Срок годности полотна – 5 лет. Дорожники уложили почти 3 километра асфальтобетона, в том числе и на парковках. Скорого ремонта ждет и социалистическая – от центрального рынка до Бахарова. Грейдирование тоже в планах. Список включены все улицы без усовершенствованного покрытия. Работа должна закончиться до календарной осени. Плюс в некоторых частях Бобруйска изменилась разметка. На Минской появились дорожки для велосипедистов. Теперь любители двухколесного транспорта могут здесь не спешиваться. Если тенденция зарекомендует себя с положительной стороны, то такие же прерывистые линии появятся и на других перекрестках. Со стороны Пролетарской проезжая часть Социалистической перед Славянкой расширилась до двух полос в сторону Площади Победы. Также и все пешеходные переходы и выезды с прилегающих территорий на протяжении двух кварталов обрамлены островками безопасности. Что позволяет и предупреждает водителей о том, что парковать машину ближе 15 метров до перекрестка, до пешеходного перехода нельзя. Что, соответственно, позволяет улучшить обзорность проезжей части дороги. Кроме того, на участке от Интернациональной до Московской стоянка организована сразу с двух сторон. Справа параллельно бордюру, а слева по диагонали. Это увеличило емкость парковочных карманов в месте высокой концентрации кафе и магазинов. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Священный долг. Новобранцы приняли присягу. Торжественные церемонии прошли практически во всех воинских частях страны. Клятву в этот день произнесли свыше 4 тысяч военных, которых призвали на срочную службу и в резерв. На плацу 147-го зенитного ракетного полка 91 солдат, в том числе из Борисова и Минска. В очень ближайшее время предстоит участие в учениях с боевой стрельбой на полигоне Домановском. Поэтому сейчас очень быстро будет интенсивно проходить боевая подготовка. Они все молодцы. Мы рады, что к нам пришло пополнение. После присяги у новобранцев первое увольнение. Время пообщаться с родными. Дальше уже военные будни, где вчерашним мальчишкам придется выполнять возложенные на них задачи. День донора жарки. Июнь и технические работы. Белжеде завтра не будет продавать билеты через интернет. В какой промежуток времени? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Донорство в Беларуси сделают безвозмездным. Такой документ уже внесен в парламент. Это международная практика. Тем, кто сдает кровь, не будут платить деньги, но предоставят другие бонусы. Например, компенсируют затраты на питание для восстановления после процедуры. К слову, сегодня отмечает Всемирный день донора крови. Белорусская железная дорога утром 15 июня не будет продавать билеты через интернет. Как на сайте, так и в мобильном приложении. Ограничения действуют с 9 до 10. Это связано с проведением плановых технических работ. Для покупки проездных документов в указанный период Белжеде просит пассажиров обращаться в билетные кассы. Абитуриентам разрешили исправить в два раза больше ошибок на ЦТ. Теперь число увеличено до четырех. Кроме того, в постановлении Совмина уточнены требования к аудиториям, в которых планируется проведение испытания, а также порядок выдачи сертификата. Централизованное тестирование, напомним, начнется 16 июня с белорусского языка. Дирекция Славянского базара запустила акцию для желающих посетить форум. С 14 по 19 июня при покупке трех и более билетов на все мероприятия в летнем амфитеатре в кассах Витебска и на сайтах квитки.бай и тикетпро.бай предоставляется скидка 10%. Международный фестиваль искусств пройдет с 15 по 18 июля. До плюс 30 градусов ожидается в Беларуси на этой неделе. Дождливый понедельник сменит солнечные дни. Правда же, Руси на оптике обещают ближе к выходным. Уже в пятницу начнется существенное потепление. Вплоть до воскресенья ожидается переменная облачность без осадков. Возможен туман. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксированы 697 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 406 360 человек. В Беларуси продолжается вакцинация против COVID-19. Минздрав получил из России разрешение на использование 180 тысяч доз второго компонента спутника ВИ. Специалисты доставили партии во все регионы. К слову, белорусские ученые разрабатывают антиковидные лекарства. Его планируют получить к концу года. Препарат создают на основе плазмы, которую получают из крови переболевших коронавирусом. Исследователи работают над тем, чтобы получить чистый иммуноглобулин. Гастрольный тур на сцене Дворца искусств выступила труппа театра «Морожка». Премьера из Петербурга с любовью уже состоялась в Гродно и Минске. Бобруйская площадка – финальная точка вторной артистов по Беларуси. В основе музыкальной программы – русские народные песни в современном звучании. В программе – 18 номеров. «Приезжая в Белоруссию, мы подготовили сюрприз для нашей белорусской публики. Мы исполним в самом конце песню Александра Пахмутова и Николая Добронравова «Молодость моя Белоруссия». Конечно, мы не могли, приезжая в гости, что-то такое не сделать». Театр песни и танца «Морожка» создан в 2009-м. Побывал с гастролями во многих странах мира. Создал концертную программу, основанную на фольклорных произведениях, но исполняемых по законам Академического музыкального театра. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!